Всем привет дорогие зрители, а также подписчики моего канала, как всегда у микрофона Флейденсон. И в данном видеоролике буду делать обзор моей сборки ксдм. Поэтому всем приятного просмотра, мы начинаем. Когда мы заходим в игру, у нас есть выбор команды. Мы можем войти в игру, а также войти в наблюдение. Сделано это для того, чтобы был баланс. Итак, первое на что бы хотел обратить внимание, это информер. Здесь есть ранг, опыт, также информация, что меню сервера открывается на букву М, создатель, текущее время, то есть которое сейчас у вас время. Также есть информация, сколько осталось играть, информация, какая будет следующая карта и сколько всего игроков на сервере. Итак, меню экипировки. Первое это выбрать новую, второе предыдущий выбор и третье это запомнить выбор. В основном оружии у нас есть автомат М4-1, коллаж, аук, фамос, скаут и авп. В дополнительном оружии, то есть пистолеты, здесь есть USP, Glock и Deagle. Также заменен нож на вот такой. Когда вы установите сборку, у вас будет вместо стандартного ножа вот такой вот клинок. Также заменил все модели для игроков за КТ, а также террористов. Немножечко их разукрасил, чтобы они выделялись. Вот такая вот модель у КТшника. И вот так вот выглядит террорист. То есть модели были заменены, а также перекрашены. Итак, следующее это информация, то есть ваше имя, сколько вы сделали убийств, жизни, броня, а также деньги. То есть когда мы делаем убийство, у нас плюсуется убийство, то есть вам не нужно нажимать на тап, вы можете всегда смотреть там, сколько сделали вы убийств. Также жизни, когда мы убиваем кого-то, в голову нам дает 10 хп и в тело 5. Также при убийстве есть звуки. Вот такая вот озвучка, когда вы кого-то убиваете. И давайте мы откроем главное меню. Меню сервера у нас открывается на M. Есть информация, то есть ваше название сервера, а также ВКонтакте. Все это меняется. Первое это магазин. Второе меню строительства. Третье передать деньги. Четвертое личный кабинет. Пятое купить нож. Шестое покупка привилегий. И седьмое меню привилегий. Также на сервере всего 3 привилегии. Это админ, вип и босс. Босс имеет вот такой вот скин, когда вы заходите на сервер. И если у вас есть привилегия, то в чате пишет, что данный игрок зашел с привилегией. Админ имеет вот такой вот скин. И вип имеет вот такой вот скин. Также если вы играете на сервере, у вас есть бонус в виде денег. При заходе на сервер начинается автоматическая запись демо. Ну что же, начнем с магазина. Итак, первое это у нас меню оружий. Дальше у нас есть предметы. Невидимость, гравитация, здоровье, броня, а также скорость. В магазине написано, сколько у вас есть денег, а также скидка. Для админа 10% скидка и для випа 5% скидка. Также для стим игроков 5% тоже скидка. Итак, начнем с меню оружий. Первое это винтовка эльф. Вот такая вот винтовка. У нее завышенный урон. Дальше у нас в меню оружия идет пистолет лил. То есть у нас появляется вот такой вот дигл. Вот такая вот перезарядка. То есть в этом меню оружий у всех завышен урон. Дальше у нас идет автомат демон. Вот такая вот красивая эмочка. После идет винтовка аква. Вот такая вот виска. И последнее это автомат волна. Вот такой вот красивый кола. Сразу хочу сказать, что в меню оружий, то есть все это название, оно меняется. Так что если вам не нравится данное название, то вы сможете изменить на свое. Итак, следующее это меню предметов. Здесь мы можем купить бесконечные патроны. Не стал я делать при убийстве, чтобы восстанавливалась полная обойма. А просто добавил бесконечные патроны. Дальше у нас есть увеличенный урон. То есть добавляется урон, когда вы в кого-то стреляете. Без разницы, какое это оружие, хоть даже нож. Третье это коктейль молотова. Вот такой вот коктейль молотова. Также при броске все это пишется в чат. И вот так он выглядит. Дальше у нас есть телепорт граната. Вот такая вот телепорт граната. Вы можете ее кинуть в другой конец карты. И после чего вас телепортирует. Также все красивенько выводится в чат. Также хочу еще отметить, что когда кидаю какую-либо гранату. То есть если это коктейль молотова, то будет красная линия. Если это флешка, то будет белая линия. И если это телепорт граната, то зеленая. Давайте, к примеру, покажу на коктейль молотове. Вот такая вот линия красная. То есть у каждой гранаты своя линия. Дальше у нас нет разброса. То есть вот я стреляю с разбросом. Покупаю нет разброса и все. И последнее в меню предметов это флешка. Обычная флешка, ничего особенного. И вот такая вот белая линия за ней. Дальше у нас меню невидимости. Здесь я думаю все понятно. Здесь мы можем купить слабую, среднюю и высокую. Также в гравитации мы можем купить слабую гравитацию, среднюю, высокую и максимальную. В меню здоровья мы тоже можем покупать здоровье. Давайте я куплю 95 здоровья. Все это пишется. Больше чем 255 жизни, а также брони иметь нельзя. То есть это предел. Дальше у нас меню брони. Давайте я куплю 200 брони. И также меню скорости. Здесь можно купить слабую скорость, среднюю, высокую, очень высокую, а также максимальную. Давайте я куплю самую максимальную скорость. И вот так мы станем теперь бегать. Также хочу отметить, что на сервере есть парашют. Если вы покупаете гравитацию, то она у вас не пропадает. То есть парашют отлично работает, никаких багов нет. Потому что бывают случаи, когда игрок покупает гравитацию, нажимает парашют и у него гравитация, либо же скорость пропадает. Здесь, как вы видите, все отлично работает. Итак, дальше меню строительства. Здесь у нас есть сторожевая пушка. Давайте я отойду вот сюда, поставлю здесь сторожевую пушку. Вот такая вот пушка. То есть пишет название пушки, владелец, здоровье, уровень пушки, а также убийство. Всего пушку можно прокачивать до пятого уровня. Вот такой вот первый уровень. Идет дальше второй уровень. Также информация выводится в чат, кто прокачал вашу пушку. Итак, как вы видите, уровень уже у нас сменился. Вот так вот выглядит третий уровень. На четвертый уровень у нас уже доступны способности. Это ракета Сатана, а также Армагеддон. Обратно-таки все информируется в чат, а также при наведении на пушки у нас уже выводится также способность. То есть ракета Сатана. И вот так вот выглядит пушка на четвертом левеле. И последний пятый уровень, это выжигатель, заморозка, а также Тесла. И как вы видите, вот такая вот максимальная пушка. Вот так она выглядит. Также все изменилось. То есть уровень пятый. И какая у нас способность. Давайте теперь я поставлю здесь пушку, чтобы проверить, как оно все работает. И давайте я активирую заморозку. То есть вот такая вот заморозка, как вы видите, замораживает человека, а дальше убивает. Когда по пушке стреляете, то вот такие вот красивые спрайты высвечиваются. И вот такое вот идет разрушение пушки. Итак, дальше у нас есть здесь лазерная мина. То есть лазерную мину не нужно биндить. Просто нажимаете купить и она устанавливается. Всего есть два уровня прокачки. То есть вот первый уровень. А дальше второй мы изменяем угол. То есть делаем его больше. И дальше есть возможность прокачать в ширину, а также в высоту. Вот так вот прокачивается высоту. И мы сможем с вами запускать лучи. То есть нажимаем Е. И как видим, лучи начинают двигаться. И сейчас я прокачаю в ширину. И вот так вот начинают мины выглядеть в ширину. Следующее это у нас раздатчик. Вот такой вот раздатчик. Его можно прокачивать до четвертого уровня. Когда мы прокачали раздатчик до четвертого уровня, он нам выдает деньги. То есть в одну секунду два доллара. Все это конечно же можно изменить. Также я перекрасил раздатчик. Убрал здесь некие надписи. И написал сверху раздатчик. Также есть анимация, когда разрушается раздатчик. Чем меньше у него хп, тем меняется анимация раздатчика. В меню раздатчика мы можем его улучшить, а также сделать ремонт. Все это работает. Следующее в меню строительства это лазерный забор. Вот такой вот лазерный забор. Его можно прокачать до второго уровня. То есть он поднимается. И у нас встают выше лучи. После чего мы можем поставить боевой щит. Вот такой вот боевой щит. То есть отсюда мы видим противника и можем по нему стрелять. А когда мы смотрим с этой стороны, то ничего не видно. И когда мы его разрушаем, у нас пропадает щит. И вот такие вот высвечиваются спрайтики. И последнее в меню строительства это наземные мины. Есть простая мина. Замораживающая. Огненная. Ядовитая, а также галлюциолога. Ядовитая и галлюциолога. Она только для привилегии админ. Дальше у нас есть передать деньги. Здесь мы можем передать деньги, попросить. А также просьба о передаче денег. То есть когда вы заблокируете, то у вас не смогут просить деньги. И когда вы разблокируете, то у вас их смогут просить. Итак, дальше личный кабинет. В личном кабинете мы можем обнулить счет. Начинаю входить в ритм. Также при обнулении счета у нас воспроизводится вот такой вот замечательный звук. Начинаю входить в ритм. Дальше у нас есть забанить читера. Данное меню не будет работать, если на сервере есть админ. Дальше мы сможем узнать топ лучших игроков. Также в личном кабинете есть правила сервера. Сюда можно вписать все, что угодно. Все, что вы захотите. Дальше мы можем сменить команду. Затемнение экрана. То есть здесь мы можем выбрать цвет, а также прозрачность. Например, когда я сейчас убиваю, у меня никакого цвета нет. Выбираю, к примеру, желтый цвет. И теперь, когда я убиваю игрока, у меня желтеет экран. Дальше у нас есть отображение урона. Здесь мы можем включить статус. То есть если у нас статус включен, то урон есть. Если выключен, то урона нет. Есть стиль цифры. Вот такие вот цифры. А также звездочки. Вот такие вот звездочки. И есть тип. То есть обычный. А также есть круговой. То есть когда я стреляю, у нас идет урон по кругу. И последнее это сменить вид камеры. То есть можно смотреть от третьего лица сверху и так далее. Покупка ножей. Здесь мы можем приобрести мачету. Вот такой вот нож. Протонные перчатки вот такие. Меч дракона. И лазерную тень. Вот такой вот последний нож. Покупка привилегий. Здесь тоже все можно настроить. Изменить рекламу. Здесь уже играет роль ваша фантазия. Последнее самое интересное. Это меню привилегий. Всего на сервере три привилегии. Первая привилегия это VIP. У нас доступен тихий шаг, а также гравитация. То есть мы можем включить что-то одно. Тихий шаг. Либо же гравитацию. Также здесь можно взять деньги. Также мы можем взять оружие под циферкой 4. Вот такое вот у нас оружие. Вот так вот оружие выглядит. Такая вот перезарядка. А также есть второй режим на правую кнопку мыши. То есть мы можем стоять вдали и убивать противника. И последнее в меню VIP это взять оружие под циферкой 5. Вот такое вот оружие. У него тоже есть второй режим. Тоже на правую кнопку мыши. То есть мы стреляем мощным таким ударом. Дальше у нас меню админа. Здесь мы можем активировать быстрый бег. А также невидимость. Также можем взять деньги. Взять М4-1 лаву. Вот такая вот прикольная М4-1 лаву. Также при стрельбе у нее есть спрайты. Также в админ меню мы можем взять пистолет. Вот такой вот пистолет. У него тоже свои есть лучи. И последнее это Амкс мод меню. Можем кикнуть, забанить, ударить, убить игрока. Сменить команду игрока. Сменить карту, голосование за карту. А также блокировка чата и микрофона. И последнее это меню босса. Здесь у нас есть хамелеон. То есть включаю вид от третьего лица. То есть если я активирую хамелеон, то у меня появляется одежда террориста. То есть у меня остается скин противоположной команды. То есть как вы видите, когда я включаю, у меня скин меняется. И когда я выключаю, он остается стандартным. Все хорошо работает. Также есть двойной прыжок. Раз. И два. И последнее у босса это распрыжка. В босс меню мы также можем взять деньги. Также можем взять трансформер. Вот такой вот трансформер. Вот такой вот прикольный коллаж. И на правую мышь мы можем стрелять энергии. Есть РПГ базука вот такая. Можем стрелять как без прицела, так и с прицелом. Также мы можем взять джетган. Это вот такие вот перчатки. Когда у меня обычный нож, ничего нету. Когда я достаю перчатки, то у нас появляется сзади такой джетпак. Стреляют они вот так. Без разницы куда я смотрю, даже назад урон будет наноситься. И также есть режим полета. То есть можете вот так активировать полет. И последнее в меню босса это меню питомца. Здесь мы можем установить модель, а также свечение. Итак, модели. Питомец номер один. Питомец номер два. Питомец номер три. И питомец номер четыре. Вот такие вот питомцы у вас получаются сзади. И также мы можем сменить свечение для них. То есть белое, зеленое, красное, желтое, оранжевое, голубое, синее и фиолетовое. Обратно таки все красивенько работает. И вы сможете ходить с питомцем. Смотрится прям мега круто. Также хочу отметить, что после смерти у вас остается данный питомец. То есть каждый раз вам не нужно будет его брать. Также главный админ сможет выдавать звание. А также сможет устанавливать роботов. То есть здесь вот такая вот установка. Мы сможем поставить робота. Вот такой вот робот. Чтобы его активировать нам нужно подойти. После чего ожидать захвата. Захват нужно ждать 20 секунд. То есть вам нужно быть максимально близко к роботу. И не подпускать противника к нему. После захвата у нас идет активация. И пишет кто захватил. Убийство, жизни и уровень. Можем прокачивать робота. Второй уровень это ракетницы. И третий уровень это лазер. Также на сервере есть вот такое вот голосование. При смене мапы. То есть все хорошо работает. Продлеваем карту. Выводится вся информация в чате. Вот такой вот есть граб. То есть здесь доступно кикнуть, убить. Обезоружить, закопать, откопать и притянуть. Ну что же на этом в принципе все. Более подробную информацию вы сможете найти по ссылке в описании. Также покупка будет производиться через меня. Это может быть дискорд, вконтакте, а также телеграм. Хочу выразить свою благодарность тебе за то, что досмотрел данный видеоролик до конца. В принципе все самое нужное и интересное я показал. Ну а у микрофона был Флайденсен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok